Как я стал экономить? Я, во-первых, стал распродавать свои гитары. У меня их было довольно много и довольно дорогих. И я их сейчас усиленно продаю. Они, правда, усиленно не продаются, но я этим занимаюсь. Я решил себе оставить одну, нет, две все-таки гитары, и на этом все. Естественно, что я все свои, все свое баловство, которое я называю там ютюбовско-музыкально-обзорно-гитарное такое у меня есть баловство. Мой ютюб-канал, который, кстати, довольно, ну, не знаю как, 100 тысяч подписчиков. Это много или мало? Я вот не хочу вас спросить. Не знаю, это много, наверное. Я раньше как-то вкладывал в него деньги. Я там покупал какое-то оборудование и развивал это свое направление. Сейчас я перестаю полностью туда что-либо вкладывать, и вот это вот моя экономия. А что касается жизни, ну, на детях я не экономлю, на еде я не экономлю детям. Вот. Сам стал иногда забегать в Макдональдс. Наверное, это и есть экономия. Но если что-то надо реально, то мы напрягаемся и это делаем. Я имею в виду в финансовом плане. Как, собственно говоря, и, наверное, любой человек в режиме кризиса. Мы сейчас долго, все говорят сейчас кризис, надеясь, что он пройдет, потому что кризис это всегда нечто временное. Кризис заканчивается, как любой процесс. А мне кажется, что это не кризис, это новая реальность. Она может не закончиться никогда. Поэтому надо к ней не то, чтобы привыкать, а жить в ней уже и не обращать на это никакого внимания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok